У Анны свои пухлые губы от природы, но, как говорится, нет предела совершенству. Как любая девушка, она стремится стать ещё красивее. Вот, например, это средство. Здесь помимо блеска есть ещё и достаточно большая концентрация ментола. Он будет немножечко охлаждать губы, что самое интересное, надо временно их разогревать. Таким образом будет эффект увеличения. Ощущения приятные, ну и я чувствую, да, покалывание. В состав таких блесков к тому же входят ухаживающие и увлажняющие ингредиенты, которые разглаживают кожу губ. Здесь содержится гиалуроновая кислота, здесь может содержаться ещё коллаген и дополнительные ингредиенты. И здесь добавлено чуть-чуть ментола. Практически не щипет, очень приятная текстура. Ну и самый сильный ингредиент – это каенский перец, если, конечно, вы к этому готовы. Я чувствую неприятное жжение, губы прям пекут, и первый мне понравился с ментолом больше. Ну, визуально красиво. Терпи знать. Красота, как говорится, требует жертв. Пламперы, кстати, можно сделать и в домашних условиях. Смешать масло корицы с любым увлажняющим ингредиентом и втереть масло в губы. Этот рецепт пошёл в массы благодаря западным тиктокерам. Однако у всех пламперов есть один существенный минус – коротковременный эффект. 30 минут, максимум час, и губы вернутся в исходное состояние. А кроме того, специалисты предупреждают, эти средства подходят не для всех. Так как это разогревающие активные ингредиенты, есть определённые противопоказания и, в общем-то, небольшие опасности. Потому что если будут использовать аллергики, то есть, например, ментол – это достаточно аллергенный продукт, а особенно каинский перец, например, который мы с вами сегодня видели, добавляется. Это тоже может дать такую определённую реакцию. Продолжение следует...